Всем привет, друзья! Вы на канале WebDeveloperBlog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Мы продолжаем изучение Java с нуля, и в этом видео мы рассмотрим массивы. Массивы в Java — это структура данных, которая хранит упорядоченные коллекции фиксированного размера элементов, необходимого нам типа. В Java массив используется для хранения коллекции данных, но часто бывает полезно думать о массиве как о совокупности переменных одного типа. Вместо объявления отдельных переменных, например, нам 1, нам 2, нам 3, допустим, вы можете объявить одну переменную массива, например, Numbers, и здесь уже будет перечень каких-то значений переменных, предназначенных для их отображения. Давайте более подробно о массивах на практике, но для начала минутка рекламы. А закрепить на практике теорию по Java поможет JavaRush. JavaRush — это курс по основам Java с сотнями часов практики программирования. Курс построен в интерактивной игровой форме и содержит 1200 задач. Все решения проверяются мгновенно и автоматически, так что не нужно ждать, пока преподаватель посмотрит ваш код. Регистрируйтесь на JavaRush по ссылке в описании и нарабатывайте реальный скилл Java-разработки. Что ж, вернемся к массивам. Массив представляет собой набор однотипных значений. Объявление массива похоже на объявление обычной переменной, которое хранит одиночное значение, причем есть два способа объявления массива. Первый — это тип данных, он указывается всегда. И далее идет название массива и ставятся квадратные скобки. Также есть еще возможность объявить массив примерно таким же образом, только теперь ставятся квадратные скобки после объявления типа данных. Соответственно, вот такие вот два варианта объявления массивов. Далее мы можем после его объявления его инициализировать. К примеру, вот наш массив newArray, и здесь мы используем ключевое слово new. Далее у нас идет тип данных, и, к примеру, здесь у нас будет пять элементов. То есть сейчас у нас будет массив состоять из пяти чисел. В данном случае ключевое слово new нам служит для того, чтобы выделить память для указанного в скобках количества необходимых нам элементов. То есть в данном выражении у нас создается массив из пяти элементов с типом данных integer, и каждый элемент будет иметь значение по умолчанию число 5. Ну, к примеру, давайте, чтобы в этом убедиться, выведем сейчас newArray и, допустим, первый элемент. У нас будет значение 0, потому что мы никаких значений нашим элементам еще не вводили. И давайте же это сделаем. Стоит сразу уточнить, что мы можем задать конкретные значения для нашего массива при его создании. К примеру, давайте закомментируем данную строку и сделаем так. И здесь воспользуемся ключевым словом new. Далее мы пишем тип данных, и далее в фигурных скобках мы задаем элементы нашего массива. 1, 2, 3, 4, 5, 6, к примеру. Сделаем так. И давайте выведем первый элемент из данного массива. Для этого укажем массив, и далее в квадратных скобках мы выводим какое-то определенное значение. Отчет массива начинается с нуля, поэтому, чтобы вывести первый элемент, нам необходимо здесь обозначить 0. То есть значение имеет 0, 1, 2, 3, 4, 5, порядковый номер. Вот так это все считается в массивах. И, кстати, если мы захотим, если вы, точнее, увидите другое объявление массива, будет оно выглядеть вот так вот. Такой способ тоже будет правильный. И для этого примера также давайте выведем здесь третий элемент. Как видите, он у нас является четверкой. В принципе, все работает. В данном случае, если мы, допустим, выведем какой-нибудь девятый там элемент, мы получим ошибку, потому что у нас его, в принципе, нет. Ну, думаю, что с этим понятно. И стоит отметить, что в данном случае в квадратных скобках не указывается размер массива, так как он вычисляется по количеству элементов в фигурных скобках. К примеру, если мы вернемся к обозначению данного варианта массива, здесь, чтобы придать ему какие-то значения, нам необходимо ввести его название, далее ввести порядковый индекс элемента и далее задать его значение. К примеру, 5. Далее здесь мы поставим единицу, к примеру, здесь поставим 10, далее двойку, здесь поставим 15, здесь третий, здесь будет 20, ну и так далее. Соответственно, далее после того, как мы захотим вывести, соответственно, получим необходимый нам результат. Вот так вот это работает, вот так вот мы можем инициализировать наши массивы и значения в них. И здесь, ну как думаю уже ясно, так как мы здесь объявили, что у нас массив определен только для 5 элементов, то мы не можем обратиться, например, к 6, 7, 8, 9 и так далее. Я уже показывал, что если мы так сделаем, мы получим ошибку. Одно из важнейших свойств, которыми обладают массивы, является свойство length, возвращающее длину массива, то есть количество его элементов. И давайте это же проверим. И давайте введем здесь данную функцию. И как мы видим, здесь у нас значение из newR равняется 5, так как мы здесь и указали. Допустим, если мы здесь введем newR2, он у нас состоит из другого количества элементов, соответственно, здесь их у нас 6. Нередко бывает неизвестным последний индекс, и чтобы получить последний элемент массива, мы можем использовать вот такое вот свойство. У нас идет newR, далее мы ставим квадратные скобки, далее здесь идет название данного массива, далее мы удаляем отсюда данную функцию, используем ее и ставим значение минус 1. Соответственно, получаем данное число, которое является последним. То есть, если мы не знаем полное количество массива, так вот мы можем легко узнать последний элемент. Чтобы было нагляднее, давайте поставим здесь какое-то другое число. Соответственно, вот она у нас и вывелась. Давайте посмотрим, как мы можем работать с массивами. Удалим все и оставим какой-нибудь один, допустим, этот вариант, чтобы в них не запутаться сейчас. И далее давайте посмотрим, как используется цикл for и forEach для наших массивов. Ну, во-первых, давайте попробуем вывести все элементы нашего массива на экран. Для этого мы используем цикл for, далее объявляем переменную i, которая у нас изначально равна нулю, далее i у нас будет менее чем длина нашего массива, и далее будем, не то я поставил, и далее у нас будет инкрементация каждого элемента. Соответственно, мы будем проходить по данному массиву. Далее с помощью system.out.println мы будем выводить наш массив и каждый его элемент с помощью нашей переменной i. Соответственно, вот так вот мы вывели каждый элемент нашего массива. Также для примера давайте сделаем перебор и сделаем сумму элементов, сумму всех элементов данного массива. Также делается это очень просто. Для этого нам необходимо объявить еще одну переменную. Назовем ее total, и изначально она будет равна нулю. Далее уберем данный вывод из цикла for, и пока что здесь нам... ладно. Здесь у нас будет наша переменная, далее мы ставим такой оператор плюс и равно, что у нас означает добавление. В данном случае он присваивает нам левому оператору значение правого, тот, который мы сейчас объявим, а в данном случае это каждый элемент нашего массива, по которому мы пройдем. Ну и, соответственно, здесь мы выведем просто данную переменную total. В данном случае у нас получилось значение 77. Давайте его поменяем немного, чтобы мы убедились, что в принципе все работает. Таким образом можно сделать сумму элементов массива. И далее еще для примера сделаем нахождение среди элементов массива наибольшее. Для этого объявим переменную max, далее ей мы сразу прибавим значение newr со значением 0, то есть изначально у нас будет данной переменной присвоено первое значение, то есть единица. Далее мы будем проходить по данному массиву, только здесь нам необходимо поставить значение 1. Далее здесь у нас будет теперь условие. Если значение нашего массива больше, чем переменная max, тогда мы будем переопределять значение переменной max на новое необходимое нам значение нашего массива. Как вы поняли, что иногда мы можем в условных выражениях здесь не ставить фигурные скобки, если у нас только одно условие. И, соответственно, здесь нам достаточно просто вывести переменную max. Соответственно, у нас самое большое число здесь это 62. Давайте поставим 222. Ну, как видите, все легко находится. И давайте еще быстренько пройдемся по одной теме. Это еще существует у нас цикл forEach, или расширенный цикл for, который позволяет последовательно пройти весь массив без использования индекса переменной. Для этого нам нужно... Давайте удалим все эти... Все, что мы здесь прописали. Далее мы создаем цикл for. Здесь прописываем тип данных. Далее какой-то элемент. Далее мы указываем массив, по которому нам нужно пройти. И далее, соответственно, просто у нас идет вывод данного параметра элемента. Соответственно, вот так вот легко мы можем выводить каждый элемент массива с помощью данного цикла forEach. Таким образом, в этом видеоуроке мы быстренько разобрались с массивами, как они работают, что это такое, как их создавать, инициализировать, добавлять в них данные. На этом для этого видео это все. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока.